Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 ноября. Память преподобной Мастридии. В городе Александрии Египетской проживала одна святая дева по имени Мастридия, которая, заботясь о своей душе, пребывала ради Христа в безмолвии, в посте, в постоянном бодрствовании, в молитвах, раздавая при этом много милостыни. Но дьявол, всегда препятствующий людям в подвигах богоугодной жизни, не мог вынести таковых добродетелей святой девы и начал с нею бороться таким образом. Он вложил одному юноше нечистое желание к этой деве. Юноша приходил в дом ее сам или присылал кого-либо к ней, склоняя ее к этой страсти, однако не получил никакого ответа. Когда Мастридия выходила из дома и направлялась в церковь помолиться Богу, и в это время юноша не отставал от нее, чем причинял святой деве великую скорбь. Он говорил ей такие слова, которые любят слушать, только грехолюбивые, что побудило с титуем Мастридию не выходить никуда из своего дома, даже и в церковь. В один день Мастридия послала к юноше свою рабыню с такими словами, «Приходи, тебя зовет моя госпожа!» Юноша с радостью пришел к ней, думая, что она согласится на его нечестивое желание. Мастридия, когда вошел к ней, юноша занималась с коньем полотна и спросила его, «Зачем ты, брат, доставляешь мне столько огорчения и печали, что не даешь мне даже сходить в церковь?» «Поистине», — ответил юноша, — «я очень люблю тебя, и когда тебя вижу, я весь бываю как бы огненный». «Что же ты видишь во мне?» — спросила юноша Мастридия. «Я вижу очи твои настолько прекрасными», — сказал юноша, — «что они прельщают меня». Святая Дева, услышав, что ее глаза прельщают людей, щелноком, которым ткала полотно, тотчас же проколола себе глаза. Юноша, увидав это, ужаснулся. Когда же он уразумел, что святая Дева совершила себе по ревности ко Христу и ради спасения ближнего своего, от соблазна на него, на него нашел страх Божий, и он раскаялся. Отправившись в скит, юноша облегся в черные одежды и сделался строгим иноком, подражая в молитвенных подвигах и воздержании святым отцам. Мастридия же окончила свое житие, работая Господу, которому и предстала. Святая же Мастридия лишила себя глаз по ревности ко Христу, чтобы, удалив причину соблазна для юноши, тем самым и его подвигнуть ко спасению. Богу нашему славу! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.